Сейчас все зрители видят мою грязь во рту. Привет, мои хорошие, с вами Селена Свэй и моя съёмочная группа, это скромняшка Крис и Денька! Денечка, вставай. Он не грязный у меня весь? Это у нас, как всегда, спонтанное видео, у нас ещё гости, Натали, моя невестка в гостях. В общем, сегодня будет видео очень прикольное, необычное, сегодня мы будем тестировать ноу-хау для зубов, и в этом мне будет помогать Кристина. Сразу скажу, это первое, что я вам покажу, а дальше я покажу, что в этой фирме есть ещё интересного. Первое, что я хочу показать, это вот такие вот таблетки, очень интересненькие. В чём их прикол? В том, что сейчас Кристиночка съест одну таблетку, она полностью из пищевых сделана, таких штук всяких, состав у неё, то есть её можно и есть, и детям, и всё нормально. Но специально, конечно, не надо есть, в еду добавлять не надо, она окрашивает налёт на наших зубах. В общем, сегодня у нас будет такой уход за полостью рта и ноу-хау для зубов и всякие интересные штучки, и для ребёнка будет там, и для взрослых. Сейчас Кристинка съест эту таблеточку, разжуёт её, она не съест её, не буду глотать, она разжуёт её, но если попадёт в рот, ничего страшного, это всё, не волнуйся. И эта таблеточка должна окрасить ей налёт. Старый налёт она окрасит в какой-то... Итак, значит, смотрите. Старый налёт окрасится в синий цвет, а новый в красный цвет. Провести тщательную чистку зубов щёткой и флоссом для полного удаления окрашенного налёта. В общем, эти таблеточки, они показывают, какой у вас налёт есть. Старый и новый, и благодаря этому индикатору вы сможете хорошо очистить свои зубки, видя где и что, да? Держи, Кристина, таблеточку. Спасибо, Василина. Вот так вот она выглядит. Я это не делаю, потому что у меня виниры, и как бы там... Не сказали мне 100%, что можно, там и так далее. Сказали лучше на зубах. Запакована она в плёнку в твёрдую, надо было ножницы. Ножницы? Натали, ты нам не подашь ножницы? Не на зубов, не пор зубы. Всё, я уже открыла. Открыла? Ну всё, не надо уже. Ты на улице, что ли? А, ты меришь? Так, и так, Кристина, ну давай, давай же, покажи нам. Так, а что ниже... Присядь приближе, что-то я залезу. В зеркало. Ножки с этого свесила. Рожёвываешь, не глотаешь. А ну-ка, ну покажи ещё раз так язык. Давай, разжёвывай. И проводи языком по зубам, да, полностью по всем зубам. По всем зубам проводи, будем ждать, пока красится. Я один зуб белый? Давай-давай, по всем зубкам проведи языком. Подожди, а там мне надо... Сейчас все зрители увидят мою грязь во рту. Ну, и полыгнись. Халлоуин на носу. Слушай, это как-то нужно, подожди, инструкция к применению разжевать одну таблетку, провести языком по поверхности зубов, прополоскать рот. Старый налёт окрасится в синий цвет. А сколько по времени? Ну всё, иди полоскай. Иди полоскай ротик. Подожди, давай заставку сделаем. Дуры. Иди полоскай ротик. Тридцатилетний, здоровый дурец. А я не хочу, например, расти. Я хочу остаться в том пятнадцатилетнем возрасте, когда люди дурачатся и улыбаются. Деничка, не трогай, пожалуйста, мою штатив. А то я сейчас перестану улыбаться. Пока мы ждём Кристину, пока она умоет там рот, я вам скажу, что это умоет рот. Полоскает зубы. Ещё... Ой, блин, там зубная щётка, а я её положила? В этой фирме ещё очень много всяких ухаживающих средств. То есть мы не только сейчас окрасим зубы, увидим налёт, но ещё мы также будем чистить наши зубки. Например, вот такой вот пастой. Это паста, зубная биопаста Энзикал. Так, назначение. Лечебно-профилактическая низкоабразивная зубная биопаста с ферментами для всей семьи. Сохраняет естественную микрофлору, полость рта. В общем, вот такая прекрасная паста ещё, она будет потом ей чистить. Иди сюда, Кристина, иди. Я понимаю. У нас куча детей, у нас здесь. Что это будет делать? Что тебе делать? Я, во-первых, когда я смывала, долго очень смывала, и клёвая розовая вода. Так. Думаю, посмотрю, много там ещё смывать. Во-первых, вокруг рта тут накрасила. Ничего страшного. Значит, у тебя налёт во рту. Да, налёт везде просто. И даже на языке. У тебя сам... Ты поняла? Это надо чистить, налёт на языке тоже. И, между прочим... Так оно не смывается. Оно елась, как морганцу. Я тебе подарю вот такие классные штучки. Ну, не две, а одну себе оставлю. Это для чистки языка, кстати. И будешь ты чистить язык вот этой штукой. На, распечатывай. Я всегда чищу язык тоже, я знаю. У тебя есть такая штука? Такой нет. Будет ли? Ну, это вообще... Давай, распечатывай пока, мы сейчас будем чистить тебя. Вот, и что я хочу сказать. У твоей раковины тоже налёт. Да? Да. Всё окрасила. Смотри, я вижу. А ну-ка, покажи. Вот, подожди. Ну-ка, покажи близко. Давай с фокусом, чтобы они показали. Вот, видишь? Вот он окрасился. То есть, вот самые зубы понятно, да? А вот, вот, налёт вот этот мы будем удалять. Вот мы будем всё очищать. У тебя зубки сегодня будут вообще сверкать. Обещается, Лена. Обещается, Лена, да. Так, давай, открывай это. Так они разные. Тебе это, тебе уже пригодятся. Я поделюсь с тобой. Тебе надо обоими пользоваться, обеими. Почему? Такие прикольные штучки. Одна даже здесь, смотри, с такими вот штуками. Да? А одна вот такая простая. Ну, вот тебе вот такую двойную. Красиво. Подарочек. Так, пойдёшь сейчас чистить, значит, вот этой штучкой. Вот этой? Да. Это вот всё фирма Кокурапрокс. Вот, наверное, правильно читается. Дальше. Вот такая зубная паста. Сейчас я посмотрю, что ещё здесь у нас. Нет, вот зубная паста. Ты пойдёшь ей тоже чистить зубы. Я уже почитала. В общем, такая интересная паста. Она тут вся с какими-то полезными веществами. Я, если что, ссылку оставлю внизу. Сами будете читать. Держи. Дальше. То есть, ей обычно как зубная паста? Ей обычно как зубная паста, да? Да. Обычно чистишь. Дальше здесь есть также вот такие вот всякие штуки, которые между зубов чистятся. Так что, если у тебя где-то там вот тебе нужно будет пролезть, ты сможешь выбрать одну из вот таких штучек. Целая система. Это что я думала. Тут же не просто нас окрашивают, а нас ещё и вот такие. А почему они разных цветов? А они, по-моему, разных толщин здесь. Сейчас, короче, мы разберёмся. Разные толщины, разные щетины. В общем, прикольные штучки, разноцветные. Да, вот так вот они интересно выглядят. Так, что ещё тут есть? Давай, чтобы я тебе дала уже, да, и ты... Сейчас я иду обрабатывать зубы. Ты пошла. Подожди. Ой, подожди. Тут класс... Black is white. Нет. Ты пойдёшь не этой зубной пастой очистим. Дэнни, верни пасту. Он её не выдалит там. Вот. Такая есть у них паста. Black is white. То есть мы красим чёрным, а получаем белые зубки. То есть мы красим чёрным, а получаем белые зубки. Дэнни, отдай. Дэнни, на вот это тебе. На. Всё, я закрыла. Дэнни. Там интересно. Всё, вот такой пастой ты пойдёшь чистить. Так, зубная щётка у тебя есть. Но здесь вот есть одна зубная щёточка. Мне, кстати, давали одна красная, одна чёрная. Вот. Это я хочу своему любимому чёрную задарить. А у меня красная такая. Ой, красивые такие зубные щётки, стильные очень. И у них очень мягкая щетина. Классная такая. Вот. Мы будем с любимым с одинаковыми щёточками. Короче, классненькая. Моя красная, она уже я и чищу зубки. Я уже знаю, как она использована. Ну всё, Кристина, держи вот это вот, если тебе нужно будет что-то между зубами почистить. Или потом придёшь тогда за этим. Да. Всё, значит, язык чистишь ты вот этой штучкой. Запомним. И чёрной пастой, она вот абсолютно чёрная, да. Чтобы вы видели, потому что я её уже чистила зубы. Да, ты открывала уже. Да. Так, всё, Кристинка пошла чистить. А я покажу вам, что ещё нам подарили для малыша. Здесь были необычные соски. Соски необычные тем, что их изготавливают в Швейцарии, педиатры швейцарские. С очень необычным вот таким вот кроем, я бы сказала, да. Значит, здесь у нас силиконовая такая мембрана. Она такая плоская, очень интересная, вся прозрачная. Плюсы этой соски в том, что она не создаёт определённого давления. Когда ребёнок сосёт соску, она не создаёт давления, которое создаёт обычная соска. Тем самым она как-то работает с прикусом. То есть говорят, что обычные соски, они очень вредные. И что, ну, как бы не очень вредные, да, но с прикусом зубов бывают потом проблемы. С такими сосками проблем не будет. Вот, делается это всё с швейцарскими педиатрами. Данечка, обожь сосочку? Иди на сосу, Дань. Скажи, мне вот язык бы почистить. На, сос. Смотри, какая. Ещё в наборе было две соски. Соски не дешёвые, на самом деле. Соски дорогие. Вот две штуки, они стоят в районе трёх с половиной тысяч. Есть там на разный возраст сосочки. Также нам прищепочку подарили, но она уже где-то у меня, где-то у меня лежит, потому что мы, естественно, всё начали пользоваться сразу. Также нам подарили там зубную щётку. Зубная щётка офигенская, реально очень качественная. Потому что до этого я купила зубную щёточку, не помню какой фирмы. Ну, какой-то известной фирмы. Вот. И из неё вылазят ворсы. Сейчас я вам покажу детскую щёточку. Вот такая вот детская щёточка у нас была. В наборе, кстати, была щёточка. И была вот такой вот погремушка. Тоже она как щёточка, прорезыватель для зубок. Вот ему очень нравится. Она как игрушка. И всё. Если что-то ему там чешется, я ему сразу даю. Он играет, грезёт, нравится. И соска, кстати. Но он соску эту не сразу взял. Ему надо было к ней привыкнуть. Он сначала капризничал. Но потом он взял эту сосочку. Теперь мы пользуемся. Офигенная мягенькая щёточка для ребёночка. Мы уже чистим зубки. Я его уже приучаю чистить зубки. Я чищу зубы. Он видит, что чистит. Тоже что-то хочется. Я ему даю щётку. Он повторяет за мной движение. Потом я ему быстренько чищу. Он открывает зубки. И мне все. Потому что сказали, что нужно приучать ребёнка. Уже когда у него есть зубы. Даже каких-то два. Нам доктор-стоматолог сказал, что уже нужно приучать ребёнка. Он должен знать, что чистит зубы. Потому что как-то к ней пришли. А там уже зубы какие-то все жёлтые, гнилые. Вот. В общем, очень удобно. Здесь всё просиликонено. То есть он может держать. Мягкая щетинка. Ничего не вылазит. А вот другая щётка у меня была. У неё вот прям ворсы. Он хватает зубами просто ещё подёргать. И прям ворс вылазит. Представляете, во рту у ребёнка застрянет такой ворс. Это вообще никак. И тут такая силиконовая ножка. Она очень классно стоит на поверхности. То есть раз и стала. Я им бывает ставлю вот так. Не просто ложу, да. Это удобно, потому что не будет пачкаться щетина. У нас падать нигде не будет. Вот. Куракит называется. Куракит. В общем, мне очень понравилось на самом деле вот это всё. Вся эта косметика. Я очень довольна. На сайте у них много ещё интересного. Рассказывается, показывается. Я оставлю внизу ссылку. Вы сможете пройти и посмотреть. Есть не только такие таблетки. То есть нам вот таблетки дали попробовать. Есть не только таблетки. Есть жидкость ещё, которую просто пьёшь, полоскаешь и всё. Ну всё. Сейчас мы ждём Кристиночку, значит. И будем смотреть, что у неё с зубками. Очистила она и как у неё всё получается. Ещё здесь была нереально классная нитка для зубов. У них, кстати, просто тоже я её куда-то делала. Мне когда нужна нитка для зубов, я вообще без нитки для зубов не могу. Мне когда нужна нитка для зубов, я всё время её не могу найти. Вот куда-то я бросила. Либо в сумку, либо куда-то. Я не помню. Офигенная нитка для зубов. Она очень плотная. Она не рвётся, не раз... Как это называется? Вот нитки некоторые бывают, что их пока чистишь зубки, она... Ну, ворса начинает разъединяться. Там нитки очень плотные. И они есть с разными добавочками. Есть с мятным вкусом. Есть с хлоргексидином. Вот у меня с хлоргексидином. Для имплант специально нитка есть. В общем, много интересных штук. Итак, что, наша Кристина пришла? Давай. Нет, я ещё думаю, что я уйду. Ты ещё думаешь, уйдёшь? Между зубов осталось. Между зубов розоватая. Так, всё отмыло. Ну, зубки покажи. Всё отмыло. Да, между зубов ещё осталось. Для этого нужно использовать вот эту, как раз-таки, вот эти вот штучки. Чтобы чуть-чуть почистить. А что это просто сделала? Просто почистила её, что ли? Она прям убрала всё, что ли? Ну, ты хорошо чистила. Она даже 2 минуты чистит, ты знаешь? Я 3 минуты чистила. Не заметила. Или даже 5. А что за щётка у тебя? Может быть, щётка у тебя какая-то не подходящая? Ну, язык я почистила 2 раза. Покажи. Ты знаешь, очень красивый язык, посмотри, что делает. Очень вкусная. Паста очень вкусная. Ребёнок попробовал. Не надо. И всё ты очистила ещё. Смотри, там вот между зубами нужно чистить ниткой сейчас. Но блестят. Да блестят-то блестят. Блестят-то блестят, но тебе нужно очистить весь красный... То есть у тебя же индикатор показывает, где у тебя этот налёт. Тебе нужно его как след очистить. Прям бери специально и чисти. Иди. Зубы? Да, это индикатор тебе, чтобы ты увидела, где ты не дочищаешься. Кстати, я попробовала просто ногтём, и оно тоже сдирается. Вот, потому что... Ну, можно ногтём тоже налёт очистить. Плохо чистишь зубы, иди. Тебе индикатор показывает, плохо чистишь зубы, иди чистить. Надо у тебя уже мою щётку поменять, она уже... Ладно, пошла. Ты намекаешь на новую чёрную модную щётку? Да! Взяла вот такую маленькую штучку, сейчас попробуем, Кристинка. А ты видишь где? Да. Вот, она залезет у тебя, она... Да вот, она не залезет. У тебя очень маленькие штучки. Это маленькая? Что ж там, большие? Не, они просто по длине различают. Ааа, орс. Нет, но этими штуками нужно залазить вот-вот-вот-вот-вот, видишь? Больно-вот? Ну, не у всех же такие. Нет. Это большая-то дырочка, Ланя. Вот такие мы подруги. Ну вот, она убирается. Между зубками. Иди, короче... Подожди, а там жидкость какая-то или нет? Нет. Иди, короче, чисти себе. Там, где влезет эта штучка, чисть между зубками. Итак, мы снова всем семейство. Встречаем нашу Кристину. Итак, расскажи итоги. Я хочу сказать, что вот эта штука сначала... Селена мне там что-то, да, попробовала куда-то там это. Вообще прикольно. Мне понравилось, когда Селена поднесла. Я сначала отнеслась скептически к этой штучке. Но я сейчас пошла сама себе доделывать красоту на зубах, отбеливать, да. И прям даже увлеклась. Она неплохо проходит во многих щелках, да. И, в общем-то, прикольная штука. Её, мне кажется, можно с собой тоже носить, вот там, в гости или куда-то. Ну, то есть, зашёл в ванную с пастой. Ну, хорошо, что у меня столько много штук. Такая она розовая вообще. Так, а как итог? Покажи мне. Итог. Ну, я вижу, что весь налёт, который у тебя был, окрашенный, его больше нет уже. Молодец. Значит, индикатор работает. А что с языком-то у тебя? Вот с языком очень много налёта, наверное. Я два раза его скрёбала. Как правильно? Шкрябала. Шкрябала. И ещё раз потом наносила вот этот тоже Блэйк Вайт. Именно на язык подержала. Потом опять пошкрябала. И вот всё равно. А губы, кстати, тоже чуть-чуть. Ну, губы чуть-чуть, да. Тоже не смываются, да, пока? Может быть, это свойство организма ещё, знаешь. Такое вот. Впитывать краски, да. Ну, в общем, зато мы очистили тебе зубы, да. Хорошо, что я и не нанесла это на свои белёсые зубки. Сейчас была вот такая вся разноцветная. Спасибо, Крисик Нолик, что ты протестировала нам такой ноу-хау для зубов. Всё. Значит, я вам всё показала, всё рассказала. Кому интересно, пожалуйста, смотрите. Я уже говорила, что есть там жидкость у них, не только таблетки. Ну, что жидкость? Ну, жидкость тоже пьёшь вот так вот. Ну, как бы болтаешь и сливаешь. Ну, наверное, точно так же всё украшивается и смотрится. Вообще, я слышала, что в стоматологии такое применяется. То есть они чем-то пшикают для того, чтобы показать, какой налёт у клиента. Что они там чистят. Всё, бери все свои подарочки и пусть у вас у всех будут здоровые, красивые белые зубы. А мы с вами прощаемся до следующего видео. Пока-пока! Субтитры сделал DimaTorzok